сегодня про a380 такого на самом деле производители чего бы то ни было нет 370 есть у вилка заднем плане у меня сейчас как раз открыт тот самый сайт где это можно взять то есть это проект мерч между вилковским сайтом volume 2 и соответственно людьми судя по тексту в сайт французский которые это сделали ссылка на эту штуку здесь есть откуда вы будете брать вилка меня не спрашивайте я ничего не выкладываю ссылок не даю нравится кому не нравится мне интересует поэтому я и так показал вам сайт откуда можно взять мерч откуда брать вилку соответственно два слова в google через 15 секунд ссылка ваш если вам лень убивать два слова это не мои проблемы поэтому после того как вы поставите вилку волю 2 и вот этот вот zip файл закинете там все расписано куда причем расписан на английском то есть в каталоге то есть в каталоге иму джек аэроплэнс соответственно вот эти вот четыре каталога закидываются и zip архивы и другое его содержимое закидывается в корневой каталог им а и после этого категории самом семья ноун то есть последние появляются вот такие вот синие ссылочки но так как делали французы мы французский а 380 возьмем насколько я себе представляю из того что там есть в нем в описании в общем-то самолет только внешний вид его от вилки все остальное это вот от той группы которая соответственно его разработала план полета для него я вот такой вот и шармаль шейха какой-то тут саудовский аэропорт и као о и df просто такой небольшой полете грузимся в аэропорту шармаль шейха почему этот аэропорт на фпс тут хороший а этот проект достаточно тяжеловат даже при пустом аэропорте он у меня практически до 30 саживает фпс прорисовано вполне себе неплохо тут претензии понятно никаких нет и быть не может но тут я позволил себе все выключить единственное небольшой напряг с тем что 3d панелька как пета фактически мертва то есть большая часть кнопок ну кое-что тут доступно кое-что тут совершенно недоступно вот что-то даже можно что-то нет поэтому заводить его понятно придется не включать руками поэтому если че вдруг так как я его сам переводил в это состояние не будет работать то так сказать может быть всякое так ну начнем с того что ставим самолет на парковку тормоза здесь вот vps еще пониже на самом деле в кабине ну и ладно это не смертельно по клавиши shift 1 и 2 можно увидеть 2d панель чем именно двумя клавишами и вызывать на shift 1 и shift 2 по shift 3 педестал его верхняя часть нижняя часть и вот overhead по shift 4 да еще сразу оговорюсь для господ критиков последовательность запуска я беру до 320 поскольку до 380 адекватной последовательности ну верифицированный нет ну вот он канальчик с которого я его беру полтора миллиона просмотров почти миллион триста просмотров и шесть тысяч людей то есть здесь люди реально в тренажере показывают как заводить 320 и и будем делать последовательность повторять то же самое так первое что надо сделать это включить батарейки здесь тоже есть небольшой косяк соответственно в начале батарейки 2 чтобы включил все нормально потом батарейки один ну разумеется прежде чем скакать сюда я сказать ты сказал что это буду использовать но не самое надо убедиться в начале что engine левый селектор то есть трот вы стоят в положении нижнем и соответственно селектор и включение подачи топлива выключены шасси понятно выпущены парковочные тормоза что мы в общем то сделали установлены после этого можно начинать уже в общем то переходить на оверхед дальше по хорошему надо тестировать и пью фаер тест но здесь это вообще не реализовано кнопка мертвая соответственно что следующее мы делаем включаем навигационные огни означающие что самолет начал подготовку включаем мастер сверч и запускаем и пью можно было воспользоваться подключением внешнего питания ну топливом не сильно ограничены мне вообще залито потом поменьше сделаю в ядрине фене поэтому в общем то ничего вот появилось available доступно то есть у нашей пью на заднем плане видим что очнулись все индикаторы все вернее дисплей primary multifunctional и кес ну и нижние дисплеи так на этом месте подключим про и тисе включим соответственно навигационные компьютеры если они были выключены так же соответственно с этой стороны навигационные эти же компьютеры системы предупреждения и вот эти вот они у меня были правда включена забыл я их выключить естественно они должны быть тоже системы системы аэрс инерциальная система позиционирования самолета их можно перевести в положение навигации чтобы началась привязка но пока мы правда не инициировали позицию после того как ее инициируем начнется привязка самолета к его месту нахождения в данный момент времени да еще небольшой апдейт я тут пропустил вопрос вот сбоку если навести мышью на любой из вот этих справа слева мониторов появится вот в верхнем углу вот такая вот панелька она отвечает за открытие дверей в лайнере вот еще раз щелком закрывается так как я грузить никого особо не планирую то ограничимся тем что просто я сказал о том что это вот вещь существует вообще принцип перемещения пауэрхеда на аэрбасах это слева направо снизу вверх то есть первая панель которая просматривается вот это левая панель снизу вверх потом вторая панель центральная снизу вверх и в конце последняя панель снизу вверх на этом месте вообще по-хорошему должны гореть общение с экипажем но собственно говоря часть кнопок не анимирована поэтому я даже не буду к ним про них чего-то говорить вообще понятно после запуска раз положить навигация соответственно наш она инерционал референция систем это вообще называется так вот человек тут должна загореться надпись и line то есть началась привязка здесь и двух его и реализовано поэтому просто переводим в положение навигации вот так же как нету тесты и пью фая то есть пожара вспомогает на силовой установки так теперь переходим сюда вниз соответственно пока кроме на flight ничего не зажигаем пристегнуть ремни можно держать в положении авто аута и не курить в положении аута emergency light аварийное освещение заармировано вот это вот все вообще мертвое то есть ничего соответственно не анимировано точнее не реализовано здесь тоже давление кабину здесь все должно быть положение автомата стоять так следующий панель отбора воздуха и паков подключаем и пью и все они автоматизированы поэтому можем просто повыключать все офф то есть все паки будут подключаться по мере необходимости отбор воздуха здесь происходит в этом самолете автоматически так же как и настройка температуры в автоматическом режиме осуществляется следующую панель это электричество панель и здесь информация по электрике как я уже сказал здесь соответственно внешнее питание мы сейчас не подключали подключен генератор и пью о чем говорит что на нем не горит лампочка 3 фэйл 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 генератора можно на них оффа убрать они автоматически подключатся после запуска двигателей батарейки подключены батареи пью сейчас нам абсолютно все остальное здесь тоже все вот эти галере пауэр и так далее и отключены далее соответственно панели управления топливом опять-таки самолет автоматизирован поэтому мы просто переводим все топливные помпы состояние автоматического включения по мере необходимости здесь же кстати отражены все основные баки то есть первая группа бака вторая группа баков третья группа баков четвертая группа баков и центральные соответственно баки также баки у которой уравновешиваются кроссфиды то есть перепускные системы между баками которые здесь вообще никак не реализовано то есть включить или выключить их нельзя последняя панель перед панелью пожаротушения это панель управления гидравликой то же самое гидравлическая система полностью автоматизирована и по мере необходимости будет запитываться оттуда откуда вернее механизмами на момент запуска и пью там насколько помню желтая система у нас активирована насос от и пью ее а по мере запуска двигателей будут запущены все остальные системы чтобы привести соответственно для использования оставшиеся части задействована гидравлическую систему в самолете так здесь у нас лэш и неактивные ручного запуска двигателей это в случаях аварийной остановки перезапуска в воздухе например дальше вентиляции системы информирования о наличии дыма и задымления вентиляционной системы но это все здесь не реализовано так же как и систему управления кондиционированием тоже соответственно просто нарисован но не реализовано flight control компьютер то есть система управления полетными компьютерами всеми ими тремя два примере и один секундеры в автоматическом режиме находится то есть так они были выключены понятно если были выключены надо включить потушенные кнопки означает в любой части что активировано в автоматическом режиме дальше находится система vhf3 то есть соответственно система радиосвязи резервная ну здесь насколько я понимаю она тоже нарисован большому счету она используется как вспомогательный нам совершенно таки не нужна вот мы пошли по всему оверхеду закрываем его можно понятно его посмотреть еще и вот отсюда то что у нас тут болтается противообледенительная система здесь горит ну как видим здесь соответственно вообще кнопки практически ну свет только здесь это частично реализовываю поэтому в 3d режиме смотреть туда совершенно таки незачем так можно запросить клиренс для разрешения ну опять косяк с давлением просто опус еще не загрузил походу поэтому соответственно он говорит мне что vnh то есть давление нулевое хотя на самом деле неправильно у нас переключает землю для запроса разрешения завод и взлет так ну а мы переходим вот сюда так ну здесь видим сообщение у нас с что соответственно включен блин т.п. то есть отбор воздуха т.п. установлены парковочные тормоза и не курить так здесь вот управление центральным монитором у нас происходит вот с этих вот клавиш но тут частично они живые частично нет то есть ну например вот данные по топливной системе посмотреть можем данные по гидравлической системе доступно это все мертвое так данные по дверям данные по все собственно говоря так понимаю бог от нажимался здесь двери электрическая система система давления отбора воздуха недоступна недоступна так но мастер свечи нам пока не нужны то есть вот это вот у нас система управляет соответственно центральным нашим монитором с двух сторон расположены системы управления радио вечер 1 и по мере необходимости можно вечер в модулирована у нас ответчик так также на f1 на f2 здесь вот только две моделируется причем одинаковые разнесены и туда и сюда ну вот все что здесь доступно управление здесь цифровых клавиш в общем ничего такого тут сверх интересного нет так система тикес ответчика здесь вообще не реализована триммеры тем или иным образом реализованы все остальное здесь все равно таки нет аэропорт переходим к псидеем так переходим на init page так вводим аэропорт нажимаем на клавиатуре скролл лог потому что кнопочки вот эти вот мертвые клавиши нажали скролл лог вводить буржуи правда показывает что можно это ввести заполнение вот этого плана полета первой странице которой и нет вызывается первое нажимаем скролл лог аэропорт логатур и компьютер пишем название аэропортов отправления прибытия если есть план полета то он высветится здесь сохранен кто не знает сохраненные планы полета находится в каталоге fsx под каталог филуэ в нем соответственно аэрбас в нем каталог fmgc и вот здесь под каталог а340 не обращаем внимание вот здесь у должны быть планы полетов формате рт и вот здесь возвращаемся назад и line rs и минут времени привязки rs но это виртуальное время очень быстро у нас пройдет после чего мониторы придут человеческий вид просто я уже набрал все это по его записи у меня сдох сожалению поэтому я повторяюсь то есть у меня уже мониторы зажглись и примере дисплей и соответственно мальтифанкшенал и сплэй честно дает работать с клавиатуры потому что тут кнопки а значит другие вещи из этого срабатывают камеры не туда куда надо ну ладно так cast index вводим какое-то число у меня уже введено но увести на плать лэу вот опять из-за того что мы подпрыгнула соответственно наш полет и шалон 360 и оффлайт нам а любое число суда вводим опять таки после ввода с клавиатур суда мышкой нажимаем так теперь соответственно нажмем light план видим что у нас появился аэропорт отправление аэропорт прибытием между ними разрыв так она собственно говоря не должно быть далее щелкаем на аэропорте отправления появляется и патта так блин теперь меняет придется через задницу работать то есть мне приходится отключать клавиату чтобы запросить другой какой-то мне нужный в данный момент времени меню поэтому еще не могу с этим поделать но тут вот увы клавиатура не реализована работать с основной клавиатуры это понятно геморрой так что вот такой вот будет роль кривой слегка ладно flight plan info 4l полоса нажимаем на нее виды паса 1б так и у нас next page хотел бы я знать вот кстати говоря здесь клавиши вверх крутить это вот эта кнопка аква и вот это вот а клавиши вниз это enter но это есть мануаль так на всякий случай то есть вот он аж посадим бы полоса соответственно набор сидов insert вот у нас появилась вставка соответствующие выходим на точку пасам если посмотреть сюда то здесь у нас тоже вот появилась соответствующий выход вот такой вот занимательный то есть вот масштаб нашей карты регулируется вот здесь где что пройтись и мне за выход то дало ну да вот такой вот зашибись выход вот точку пасам вот до этого места наш план полета мы сейчас ввели спать помимо сейчас доведем все остальное так теперь вводим наш подход для этого идем в аэропорт прибытие щелкаем на ней вот у нас 16 иль старые не используем можно но у стара нажать вот и ставка видим сразу cf 16l появилась то есть финальная точка захода доверяем справитесь и но она здесь ее именуя ци 16 иль но это абсолютно без разницы то есть вот подход и отправление у нас соответствие про и тихи введены так чтобы продолжить ввод нашего плана полета берем крайнюю точку которая нам нужно нажимаем на ней попадаем соответственно вот эту вот закладку так значит по сам нажимаем я просто вспоминал сам для себя они тут вводится давно не уводил смотрим куда угодно хоть вправить их и хоть куда хотим вот крайняя точка трасса у n 316 306 флэш и точка выхода то есть это конечная точка на этой трассе в нашем случае это vr и и иль ф тыкаем суда видим после этого что после точки по сам появилась точка на толп и и и челеф здесь если ошиблись и рейс нажмем не пропадет все insert ставить дальше тычь или нажимаем на нее щелкаем мышкой и смотрим дальше а 788 у нас началась трасса вот она она можно точно также власть им команды рассмотреть ну или в любом другом планировщик какой вам больше нравится а 788 и конечная точка на этой трассе ведь куда мы таки по ней полетим . ретел можно ее здесь лицезреть планы полетов на самом деле вводится очень быстро гораздо быстрее чем его откуда даже грузить вот можно посмотреть можно его полистать вниз вот все наши точки не надо будет каждую точку понятно забивать ретел серт так мы уже долетели то вот это вот точки последняя трасса м-6-7-7 опять-таки так и . выхода с этой трассы это у нас последняя наша . и мире но пок и все все лишние точки у нас велись так смотрим а ты виви мы идем на точку дарик вот это 10 означает на точку орден орден точке дарик там водится просто орден и все вели осталось разрыв это я нажал бэкспейс на клавиатуре на своей появилась клея я план полета на этом месте замкнут можно его весь пролистать вот насколько я помню плане вот если перейдем сюда план закладочка камеру по удаче не поставлю а вот можно это вытащить вот сюда то бы было и вот сейчас я перемещаюсь по мере передвижения попала на полета покрупнее сделаем мы будем ехать так как мы полетим так наверно слишком крупно вот выход наш и движемся по полону 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 и вот заход аэропорт посадки все весь план полета наш видео и покрупнее масштаб вернем назад счет этот вот у нас селектор работает соответственно что у нас текущий к сожалению здесь не подсвечено что именно сейчас выбрала то есть все время стоит арк чтобы я тут не выбрал а нам нужно навигация а это масштаб наверху кнопки и чем мы хотим видеть на поле полетов но его загармаживать не хочу например взлет не видно тут поблизости нету различные дополнительного твой point например выводит информацию на монитор но при этом грузит 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 без поэтому я предпочитаю ничего крупного но мне мальтифаншн на дисплей и выводить так ну да ладно нашему плану полета вернем его назад переходим на следующий этап программирования preferences здесь нам надо ввести конфигурацию закрылков взлетную пусть будет 2 у меня управление камерой теперь у меня камеру придется перестраивать ну а на flex темпер температура flex 41 стандартная градуса можем поменять можем не менять 18000 сдвиг относительно полосы не нужен далее высота безопасной случае отказа двигателя не надо нам все это счет заполня щелкаем сюда появляется циферка и осознавая вторая суда третья v1 скорость подъема безопасная скорость бурки закрылков флэп с ретрактед слэс ретрактед и безопасная для взлета можно вводить можно не вводить опять прыгать будут камеры по мере вон на суда и не дает дальше переходим на фаза следующая соответственно фаза полета скорость который мы хотим набирать пусть будет так вот приходится криво набирать вот следующая фаза это руиз полет скорость которой мы пойдем на эшелоне сейчас я так скорость которой мы хотим лететь в круизе следующий вход скорость снижения подход но пока тут надо вводить выходные параметры еще рано чё бы то ни было сюда вводить так life plan выставим так дальше нам надо ввести соответственно фью предикейт щелкаем сюда и сюда же и вводим включая соответственно резервы за нас уже проставлены шмалон мы задали раньше вот теперь мы видим у нас план полета превратился в нормальный вид если покрутить его у у нас появились флот левел ну для фанатов серии сейчас они там договорятся на заднем плане на закладке нефрадио можно на задавать соответственно частоты и так далее то есть соответственно взлетные частоты и частоты и курсы наших повоз но нам сейчас это нафиг не надо но я лично это не буду вводить потому что самолет прекрасно сам знает откуда ему брать информацию так а вот что нам надо сделать так это сделать две вещи первое установить давление аэропорта опуст нас обновил давление 2965 вот выставляли текущее давление видим что самолет у нас дал на полосу дальше скорости можно задать смотря как выходить если кто хочет выходить правильно то соответственно вначале надо включать задавать максимальную скорость можно нажать клавишей левой клавишей мыши это будет значится брать вот отсюда вот разрешенные скорости и разрешенный тоже видим что у нас одновременно слева нажать эту клавишу появился поднялись fly директора то есть это означает то что у нас теперь автопилот определяет куда нам и как рулить так высота высоту мы зададим сразу нашего эшалона поступ поскольку можно задавать ее поэтапно кому как больше нравится можно задать если правильно про лог процедура запуска здесь из 3d я не знаю будет она раб или нет так проще вызвать из 2d старт и гнешен и соответственно пример четвертый двигатель смотрим запуск четвертого насколько я себе представляю больше ничего не ну и кажись верно представляю четвертый пошел стабилизироваться соответственно четвертый первый пошел раскручиваться первый стабилизироваться тоже после этого запуск второго стабилизироваться и третьего стабилизироваться стабилизироваться этом и пути видна анимированная раскрутка возвращаемся назад в кабину так двигатели запущены переходим суда включаем отбор воздуха ты пью подключаем выключенные паки отключаем и пью включаем taxi light убеждаемся что никакая аварийной сигнализации прочее у нас тут не горит так можно пробежаться по закладкам открывается все генераторы подключились так двери закрыты понятно ну оставим закладку топливной системой вот и у нас появилась после запуска конфигурация takeoff ты чтоб тебе вот вот это положение макс так flaps закрылки во второе положение кулюш моего прописали вот пропадает предупреждение спойлера надо заармировать здесь вопрос о том есть вопрос о том как это сделать здесь вопрос о том как это сделать информация по закрылка выводится на суда здесь шут видим мелкими такими можем перейти сразу на нужно нам место орхид например или еще чего бы то ни было заармировались да то есть вот пушев 3 вот в это вот переднее положение самое двигаем спойлеры и это вызывает процесс их армирования то есть на случае аварийной остановки как зажигание переходим в нормальное состояние так триммер триммеры но я обычно градуса 3 ставлю верхнее положение так для того чтобы показал вот этот сайт он это мы должны на орхиде включить пристегните ремни и не курить вложение уже дальше ту конфиг тест так попробуем нажать его тут но мал отлично все конфигурация взлетная ничего не горит закрылки выпущены положение триммеров установлено запрашиваем руление ткру традиционные вообще понимать куда нам ехать карта аэропорта снимаемся с тормозов ну что ну поехать тому куда чуть поедем хватил я с оборотами двигателя двинул слишком сильно ручку на джойстике из-за этого у нас соответственно свалилась взлетная конфигурация зря конечно поторопился с ним тут автопилот еще определяет с какой скоростью я давлю на ну ну конечно был бы буксировку спросить на счету не было ли поэтому мы тут сейчас вот так вот самостоятельно развернем несколько незаконным способом а 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 ну да вот все время спойлера сваливаются армированного положения и вот кстати говоря это это у меня джойстик так шумит лихо не просто мне убирает лишний разгон в принципе больше не нужен и так понятно куда нам ехать и и и и и и и и и за дыровин самолет даже не уверен что рассчитан на это аэропорт это тут все узко так что-то я забыл разрешение запросить засмотрелся опять она у меня давай давай поехали нас ранее забавокирует тротуар так мы пока включим лэндин лайт получаем разрешение на взлет так вот наш максимальный масштаб это регулирую камеру так ну все это у нас только шоссе повернута почему-то маякам нам пикать не надо так еще разочек уставляем все и синие сигналы пропали можем взлетать на все это пиканье и пряканье проще внимание поскольку это записи с ней тоже не дружит на все это не нужно и 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 так про что забыл договорить прошлый раз но лучше поздно чем никогда 1 это вот процент выпуска то есть процент установки триммера на 3 градуса надо ставить и контролируем триммер вот здесь есть как только начинаем его двигать здесь вот три градуса вот здесь вот этот цель на 22 процента то есть процент я перед этим смотрел там процент правильнее смотреть у нас тут дальше здесь его нету в 2d кролок все выключу shift 3 здесь вот ответчик наш вот его те и r и режим надо переключить и посредственно перед взлетом вот вот теперь пожалуй основном все взлетной конфигурации единственно у меня иногда бывает глюк обусловленный тем что у меня выскакивает на джойстике что якобы спойлера выпущены хотя на самом деле они не выпущен сейчас посмотрим в общем-то вот включились наши режимы flex и пошел рост скорости но глюк на этом на этом соответственно у пилота что взлет прекращаем якобы это его собственные взгляды на жизнь где у отношений не имеют никакого сто восемьдесят двести двести двадцать двести шаг вот плавненько отрываемся убираем шасси если правильно затримировали самолет то вполне себе адекватно набирает высоту убираем в первое положение автотруд вы включились убираем совсем закрылки и можем включать первый автопилот вот идем что-то наборе закрылки убраны ну армирование спойлеров у нас соответственно можем их хотя вот тут не вижу что они армированы а ну тут у тани вот из-за арм их выдернули соответственно тут из-за джойстика чуть прыгают это обращать внимание нет смысла теперь вот так и будет это предупреждение нам говорить о том что плохо было бы их убрать автопилот включим высота установлена ну вот со спойлерами тут это из-за джойстика опять же говорю меня этот глючок зараза подергивает из-за этого пикает периодически предупреждение так тут выключателем той же выключим и вот это тоже ограничение по скорости у нас берется из fmc набор единственного задирает лично у меня автопилот может запросто рвануть в наборе на какие-то запредельные значения бывает такое то есть вот сейчас 2 600 стоит скорость набора иногда ему никаких проблем не составляет он может заложить скорость набора и 3000 и 3500 то есть в этом плане вот тут к сожалению вертикальной скорости режим вручную не переводится ну в общем то это не суть вот основные режимы работы нашего автопилота сейчас то есть Trust Climb это режим работы автотрутов удержание скорости 250 до 10000 Climb набор это со второй вот закладки если посмотреть сюда тут какая-то единичка просочилась вот закладка preference предыдущая фаза полета наша текущая фаза полета отображается вообще я ему как бы скорость набора указал 240 значит отсюда он ее просто игнорирует берет ее непосредственно из плана полета следующая фаза полета у нас круиз здесь можно если есть желание указать прогноз погоды по эшелонам тогда круиз будет выполнять соответствующие соответствии с оптимальными параметрами формат ввода строки градусы ветра скорость ветра и высота ну например так например что нам взять для примера и возьмем ее вот они эти эшелоны ну тут до 180 аппер вот допустим восьмем шаун 340 наибольший близкий к нам винт 265 на 20 опять жмем скроллок ну камера у меня к сожалению прыгают следом за ним наибольшие наиболее наиболее главное и так формат хотя не нравится нет вот fight level надо писать ну вот по хорошему можно вести все остальные прогнозы по эшелонам и тогда он будет оптимально выбирать необходимую скорость полета и выносить коррекцию самое главное по времени в принципе она так будет лететь понятно нормально нюанс так высота перехода у нас пройдено о чем нам свидетельствует вот этот промедивание стд правый щелчок клавиши мыши у нас переключаем режим работы и соответственно переключается в 0.55 указатель скорости маха есть дальше самолет уже у нас идет таким образом самостоятельно здесь можно уйти ну следующая фаза это снижение пока нам до нее далеко и подход собственно говоря пока мы уйдем на закрадку план полета можем включить вместо управляющих поверхностей информацию по топливу уменьшить масштаб или увеличить наоборот как нравится это называть вот у нас стрелка обозначающая на каком расстоянии мы должны выйти на заданный нам ашалон к сожалению пройтись и у меня выдала ошибку и вываливаюсь такой с ней тоже иногда случается с некоторыми самолетами чего уж с этим не поделаешь вот ну в общем то пожалуй все пока дальше то окончание набора эшалона максимальный масштаб маяки он опорные маяки меняет самостоятельно поэтому в данном случае здесь заморачиваться этим абсолютно не приходится ну так конечно он смотрится весьма и весьма симпатично в плане отрисовки тут вообще вопрос понятно хотя не знаю это вилковская эта тема внешний вид или уже создателей мерча полет на эшалоне на самом деле совершенно ничем не примечателем но кроме того что высоту он тут то определяет метр то не определяет тут тут все-таки косяки с автопилотом определенные присутствуют смысл которых заключается в том что так же как и со скоростью вот он навсегда у меня застрял в режиме climb то есть в режиме набора не в режиме круиза поэтому сейчас он удерживает именно эти параметры из-за того что тут вот косяк что flight level стоит 350 удерживаем а почему-то 9200 то есть это непонятно вообще куда возможно это только у меня такой глюк хотя у меня вроде единицы измерения настроены на не на метрическую систему но все равно то есть вот здесь высотомер почему-то показывает строго в метрах то есть самолет сейчас по данному фласим командор летит на эшалоне 3000-30000 то есть на 5000 футов ниже заданного набор он установил попытка его сдвинуть в этом наборе вверх или вниз зачастую просто приводит полуполучно потому что он начинает вместо того чтобы набирать снижаться и наоборот вот чем уж это обусловлено сказать не могу возможно опять же говорю что это с настройкой единиц измерения этот глюк присутствует только у меня про автопилот единственно могу сказать о том как был должен был работать то есть смысл его заключается в том что например если мне надо поменять скорость в данный момент времени я нажимаю правую кнопку мыши сюда то есть как бы селектор на себя и задаю нужную и скорость вручную вот сейчас я попробую вот попауза задать например 280 и по большому счету самолет не должен в этом случае в автоматическом режиме начать ее и набирать ну в общем то по большому счету это сейчас и происходит то есть вот сейчас он ведет себя в общем правильно если я хочу зафиксировать текущую скорость я должен или передать управление назад бортовому компьютеру то я должен нажать левую кнопку мыши от себя селектор то есть как бы вдавить его в панель и при этом самолет всегда на арбасах так все эти автопилоты ведут он будет поддерживать скорость заданную у нас вот в плане полета но в связи с тем что мы не на эшелоне нигде вот скорость у нас можно наблюдать что она была повышена настройки скорости свалились то есть у нас план полета теперь без скорости а только с эшелонами так же как и на плане полета все время показывают что мы должны бы ты набрать но этого понятно не происходит потому что автопилот у нас вот стоит вот скорость тут он выдерживает то есть вот 280 я ему сказал 280 набрал почему он не хочет набрать не высоту хотя принцип здесь тот же самый то есть вот 36 тысячи я ставлю и по-хорошему он не должен соответственно хотя если сейчас в 2 панели посмотреть вот она пошел и набирать то есть вопрос куда он мне ее опять до какой величины вернее будет идти набор тут в 3d панели вот эта вот кнопка у меня не работает это работает в 2d панели ну и то же самое с вертикальной скоростью то есть правая кнопка селектор можно накрутить скорость набора скорость снижения ну сейчас я надеюсь мы таки длится и на необходимую ту какую мы бы хотели и при этом самолет должен у нас удерживать эшелон или скорость набора до указанного эшелона который здесь вот будет расположен указан вернее вот кстати говоря у нас уже замаячила точка начала снижения ну сейчас я надеюсь мы таки до нее тут масштаб сейчас у меня чуть большой включен мы до нее таки успеем набрать чего-нибудь нет просто интересно что он у меня в конце концов наберет закрываем наши окошки еще мне не нравится то что тут в наборах плохо удерживает скорость то есть если ему не хватает диапазона разрешен для набора скоростей то он начинает просто тупить и может уронить скорость запросто до величин запредельных что вот кстати говоря сейчас имеет место быть поэтому я ему не дам набирать слишком сильно а то сейчас опять отнял свалится в диапазон скоростей допустим пусть он у меня наберет 34 эшелон и шалон тут уж ты его вроде недалеко осталось но вот проехали этот вот приходится все рулить приходится из 2 ты панели он вспомнил шоу попросил таки удерживать другой эшелон но сейчас даже не включает данную вот этот кнопку эксперт ну ладно 10 600 так что у нас за шалон то 350 набрал вполне себе более-менее адекватно вот у нас потихонечку начинает темнеть ну что собственно я и хотел единственно опять чуть-чуть раньше ну да ладно и суть в этом в общем теперь до точки начала снижения пока особо тут заняться нечем настало время подготовить самолет к посадке две вещи что нам надо сделать сейчас включим подсветку 6 L она дефолтно включается T где у нас закладка на FRADIO дефолтно в где у нас в госпитал за КНХ Температура Температура Конфиг закрылок Соответственно Фул Можно выбрать третий И за Диссижен Хайт Высота принятия решения Камеры прыгают Ветра там практически Нет 350 на 8 Превышение порта 2 Ну в принципе Можно либо то, либо это значение Оставить, то есть Либо высоту принятия решения Либо она автоматически будет выдана В зависимости от превышения порта Высоту принятия решения Ну это Гоу-раунд Она нам сейчас Не нужна уход На второй Соответственно Круг И что я еще забыл сделать Это вот На Фредио Закладка Здесь надо Ввести Курс Полосы Так Сейчас я его подсмотрю Во Флайсим Командоре 16 Левая 111.7 И 162 Частота 2 Камера уж прыгает Ничего с этим не попишешь 162 градуса Курс Вот Собственно Так Проверимся Проверим Частоту В общем-то Правильно Так И нам пора Начать снижение Потихонечку С учетом того Что никакой радиоконтроль Нас не ведет Я сразу Ставлю Высоту Глиссары 3000 Футов Давайте Начали с ним До 9 Вот Самолет У нас Пошел Спать И вот Дальше Автопилот Это просто Задний Так Снизились До 9000 Соответственно Все время Забываешь Что тут Скруллок Постоянно Жить На Дальше Это тут Напрягает Больше Чем Все Остальное Т Это Это У нас Панель Включаем Цвет Фары Забыли Убрать Молчи Может Ниже 10000 Так И Устанавливаем Высоту Входа В Глиссаду 2700 2700 Она у нас Та 5 Глюканов Автопилот Набрал Набрал Неимоверную Скорость Хотя Вообще В этом Никто Не просил Сейчас Придется С пылерами Растормаживаться Быстренько Вот С автопилотом Здесь Хотя Ограничитель Вот он Стоит Правда По ночам Не видно Нифига Панель Так Включен Автотрот Включен Сдвинуты Ну Хорошо Я тебе Поставлю Я Только Вот Есть Вопрос Куда Он Несчастлив Будет Он Удерживать Или Нет Это Большой Большой Вопрос Он Попер Ани Остановил Слава богу Ты тут Не угадаешь Как он Себя Поведет Следующий Момент Времени И Это Несколько Достает Так Автобрейк Не Забываем Ставить Но Я Обычно Медим Его Ставлю Здесь Опять Таки Армируем Спойлера Иззавлю С джойстиком Это Не так Просто Сделать И Ждем Финального Захода Это Вот Где-то На Точке Орден Можно Будет Начать Снижать Самолет Уже Ниже И Перешней Скорости Видим Что Высота Принятия Решения Вот Появилось Ожидание Захвата Глиссады 111.7 Режим Единственное У него В темноте Начинает Вот так Погано Светиться Мониторы Белым Светом С этим Ничего Уже Не Поделаешь Светом Светом Уже В Н backstage Света Один Д чуть пораньше пойдем вот на скорости в 200 выпускаем в первое положение закрылки продолжаем растормаживать до 180 тут у меня к сожалению глюк с автопилотом продлился чуть-чуть дальше поэтому мне пришлось перейти в режим ручного управления курсом принципе самолет если он идет абсолютно нормально достаточно установить высоту захода и вовремя захватить глиссаду все зайдет сам и даже в общем-то и сядет сам ну вот у меня из-за этой разницы фут и метра и так далее легко сносит крышу и поэтому у меня по крайней мере так слегка чудит вот мы уже фактически подошли глиссад не забываем заармировать спойлера выставить разумеется давление аэропорта так 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 надо как это отворачиваем глиссаде пока ее у нас не видно хотел же ну бы выпускаем шасси поскольку мы на подходе говорят от болтается где-то наша полоса так закрыл положение 2 до 160 и двое разрешенную скорость вот и тут бы по-хорошему должна бушина захватиться у нас глиссара я ключ захват глиссадка нет и успевает а вот он хоть и пишет лог посмотрим пойдет снижать или нет сто сорок девять сто тридцать у нас вот она посадочная наша скорость я на всякий случай скинул до 100 футов что-то я вижу что у нас никакого захвата не происходит поэтому допускаем закрылки начинаем снижаться полуполучно сами вот перед нами полоса вот перед нами полоса идем левее идем левее 200 метров 200 метров 500 метров 500 метров 400 100 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, отсюда вообще ничего не видно Ничто осталось Субтитры создавал DimaTorzok 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 20, 50, 40, 30, 20, 7, 7, 5, 4, 220, 200, 180, 160, 140, 120, 140, 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 140 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Нарушено 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 Нехот мне парковаться там, куда мне дали парковку, лучше поеду к Центральному, чтобы посмотреть на аэропорт Нарушено были вот тут на парковке стоят достаточно большие самолеты кто-то куда-то порулил сюда пожалуй припаркуемся так ставим парку подключаем и пью выключаем свет и пью становится доступно соответственно включая подпор воздуха и кожевым лучшие двигатели вот они типа остановились открываем все входы ну все остальное выключает тут не буду но трапы тут не сильно не беру багажные люки открылись основные так вот полетик если бы не автопилот то в общем-то все бы меня устроило но понятно и вот эти запредельные режимы особенно когда летаешь с экипажем она тебя тут же начинает лопить кто-то превысил то превысил все хотя в общем то понятно то тут абсолютно ни при чем ну а так может быть к версии 2 3 эту мерч сделать по-человечески потому что в целом задумка хорошая большая много чего уже сделано но к сожалению не все вот как то так а